Еще одна проблема, она заключается в том, и я об этом тоже говорил ранее, что кофе сильнейший закислитель организма, а ведь все среды нашего организма, за исключением желудочного сока, щелочные, кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, слюна и прочее. А вот еще одна проблема кофе. Кофе вымывает важнейшие минералы из организма, особенно щелочные калий, кальций, марганец, натрий, магний и даже цинк. Это происходит именно из-за попытки организма снизить избыточную кислотность кишечника, чем щелочью, конечно. То есть, как с молоком, когда из-за закисляющего воздействия молочного белка козьина, о чем я говорил ранее в своих лекциях, посмотрите обязательно по молоку, организм вынужден брать все щелочные минералы, вот эти щелочные металлы, на реакцию нейтрализации кислот, как из самого выпитого молока, так и из запасов собственного организма. Вот почему. И разрушаются зубы, кости и волосы. Мы сильно закисляем свой организм неестественной, белковой и вареной, донатурированной пищей. А добавить, если к этому кофе, процесс ускоряется многократно. Помните об этом? Итак, кофеин, он сужает просветы всех сосудов, кроме почек. Запоминайте, это самое главное. Кофеин сужает просветы всех сосудов, кроме почек. Потому и повышает артериальное давление крови. Вы помните про гормоны стресса? Они это и делают. А вот сосуды почек и только почек кофе расширяет, потому он есть мочегонное средство. Так как повышает кровоток в почках, значит происходит ускоренная фильтрация крови в почках с образованием мочи и быстрым ее выведением. Причем моча прозрачная, как правило, как вода, потому что почки просто работают холостую и, кстати, перегружаются, и их ресурс снижается при этом. Этот эффект кофеина проходит уже через 20-25 минут, и тогда наступает явная работа другого алкалоида, теобрамина, так как его эффект медленный и более долгий. Действует он около часа и заключается в том, что теобрамина расширяет напротив, то есть расширяет все сосуды организма, но кроме сосудов почек, то есть с точностью наоборот. То есть артериальное давление из-за расширения просветов сосудов, что снижается при действии теобрамина. Потому у гипертоников, у кого повышенное артериальное давление, от растворимого кофе и нет гипертонических кризов и повальных смертей, как были бы непременно от цельнозернового кофе с его кофеином. А почечный кровоток, напротив, ухудшается из-за сужения почечных сосудов. Иногда могут быть даже тянущие ощущения в области почек, в пояснице. Ни к чему хорошему такая тренировка в перспективе не приведет. Но кровоток почек при этом можно восстановить, правда не сразу, но все же можно, выпив стакан воды. Лучше водородной воды с ОВП минус 200, минус 700 милливольт или с содовой водой, правильно приготовленной. Но это не значит, что ничего страшного и можно пить кофе и дальше. Хотя решайте сами, стоит пить любимый ваш кофе или все-таки уже не стоит.